всем нихао друзья 2019 год подходит к концу и мы подводим итоги этого года был очень насыщенный год один из самых интереснейших годов вообще в плане инноваций и у нас наконец-то появился адекватный конкурент компании сиуми ну наверно уже немножечко поняли о чем я говорю сейчас не об этом у нас на канале проходит розыгрыш смартфона 6 64 гигабайта также mi band 4 мы разыгрываем все ссылочки друзья в описании и сверху плашечки по всплывает на те видосы где проходит розыгрыш и так что не забывайте подписывайтесь условия все очень очень простые выигрывайте смартфон будем разыгрывать где-то в начале января все условия очень простые еще раз повторюсь также не забывайте подписываться на телеграм-канал у проверенных продавцов а все эти телефоны которые мы сегодня рассмотрим там будут ссылочки на эти телефоны можете посмотреть и себе приобрести если есть конечно желание начинаем мы с десятого места это meizu 16x с очень хорош телефон получился в плане того как он выглядит в принципе ценовая категория очень даже неплохая здесь 6 и 2 дюйма это amoled экран full hd плюс разрешение здесь 675 snapdragon по моему мнению это лучший самый правильный snapdragon 2019 года по соотношению цена и качество это просто пушка я не знаю почему так мало используют я бы на месте компаний всех в том числе сиуме 675 пихал бы вообще везде куда-то угодно просто это суперский процессор видеоускоритель adreno 612 в antutu больше 200 тысяч баллов убивает телефон эта версия данная 664 то есть 6 гигов оперативки здесь флайм с 7 а ждем global очков лайма с 8 батареи 4000 миллиампер час отлично камера на 48 мегапикселей от компании samsung апературы f1.7 быстрая зарядочка телефон стоит около 200 баксов все в этом телефоне отлично отмечу что дизайн красивый один из лучших meizu в этом году а следующий на девятом месте asus info max pro m2 действительно в начале года это был мега мега четкий телефон и включил его в этот а потому что на самом деле великолепные показатели я думал что будет продолжение м3 на самом деле пока нет продолжения этому телефону очень жаль потому что asus info он задавал немножко темп компании сиуме и показывал очень хорошие результаты экран 6 и 3 дюйма это ps матрица full hd плюс разрешение отлично хороший экран snapdragon здесь 660 отлично версии были 332 464 то есть на выбор все было отлично камера только проигрывала немного конкурентам хотя она была очень неплохая sony amx 486 на 12 мегапикселей ну и самая козырная тема это батарея на 5000 миллиметров час конкуренты до сих пор не могут выставить такую батарею а у вас из инфон макс про м2 уже в начале года была такая мощнейшая батарея но еще момент многие любят чистый голый android здесь он не совсем чистый не совсем голый но он максимально приближен к голому чистому андроиду регулярные обновления не приходит на этот телефон в общем друзья asus zenfone max pro m2 один из самых лучших правильных и адекватных телефонов на сегодня но к сожалению 2020 году наверное это не совсем уже актуальный телефон а на восьмом месте 1 сиуме это редми ноут 8 про в этом году он получился очень такой интересный телефон необычный может быть со своими компромиссами но все-таки если говорить в целом то в топ лучших телефонов этот телефон зашел потому что во первых он очень хорошо подавался у него есть определенное преимущество но и компромиссов тоже очень много экран здесь 653 дюйма это и ps матрица хорошая отличная матрица здесь центральный процессор helio g90t позиционируется как игровой процессор виде ускалитель могли g76 хороший принципе игровой процессор единство что он очень неплохо греется когда вы играете в игры а версия 664 начало есть 628 в antutu 281 балл выбивает то есть но на самом деле очень хорошие принципе показатели этого телефона камера на 64 мегапикселя выдает не те снимки которые нам хотелось бы может быть в 64 мегапикселя потому что есть и 48 мегапикселей которые снимают гораздо лучше батареи на 4500 миллиампер час здесь все отлично nfc наконец-то на катере на телефон компании сиуми спасибо за это и ценник у него примерно около 200 долларов в принципе очень хорошая цена для этого телефона основные преимущества по мне это очень красивый интересный дизайн а в принципе это милой 11 это хороший к продукт от компании redmi и цена у этого телефона а на старте была очень большая но потом когда она стала снижаться то телефон окей стал очень даже симпатичен для покупки на седьмом месте компания huawei а точнее их самый главный флагман huawei p30 pro в этом полгоду получился тоже очень интересным инновационным и очень необычным по характеристикам если пробежаться здесь 647 дюймов экран это amoled матрица full hd плюс разрешение центральный процессор кирин 918 собственной разработки 7 нанометров видео ускоритель малейджи 76 вы наверное помните уже по редми ноут 8 про там точно такой же видео ускоритель неплохого качества в принципе но для кирина и для уровня флагманы и ценовой категории около 1000 баксов наверное все таки это видео ускоритель не тот который хотелось бы видеть я версия 6128 есть другие версии в antutu больше 370 тысяч баллов он набирает несмотря на большой экран в принципе это очень большой телефон 158 на 73 и 4 и батареи на 4200 миллиампер час в принципе очень даже не маленькая для флагмана 2019 года центральная камера sony amix 650 40 мегапикселей просто нереальная пушка ну и самое главное конечно здесь есть широкоугольный и теле объектив а теле объектив здесь очень-очень интересный это первый по сути телефон с перископом это переворот по сути в технологиях потому что в телефонах мы никогда не видели перископ на типа камеры а здесь ее сделали в таком но маленьком корпусе очень симпатичным красивым и это действительно инновации 2019 2020 года за весь год никто не переплюнул эти инновации до сих пор юсб тайп си nfc и ценник как я уже говорил вам очень дорогой этого телефона постепенно цена падает в районе 500 долларов я бы взял телефончик мне кажется это был бы очень-очень даже топ но за камеру которая делает 50-кратный цифровой зум пятикратный оптический десятикратный гибридный за это большой большой респект шестое место компании 7 и не 9 с и для некоторых это просто супер выбор мега компакта 2019 года это самое его большое преимущество если честно самый-самый адекват и эргономичный телефон 2019 года это me 9 с и удобнее этого телефона пока что нет на рынке я очень-очень жду я не говорю конечно а некоторые других конкурентов которые стоят дороже этот телефон просто дешевый и дает хорошие характеристики плюс он очень-очень эргономичный если по характеристикам пробежаться здесь экран 597 дюймов это амолед матрица в уже плюс разрешение сканер отпечатка пальцев встроен прямо в экран центральный процессор здесь 712 snapdragon видео ускоритель 616 это очень очень даже хороший бодренький процессор для 2019 года в antutu больше 220 тысяч баллов убивает 664 версии 628 и размер 147 и 5 на 70 и 5 то есть это мега-мега-мега компакт 2019 года батарея на 3070 миллиампер час это наверно самое слабое место этого телефона небольшая батарейка но ждем следующего года продолжение может быть батарею там увеличит основная камера на 48 мегапикселей amx 586 температура 1.75 на ширик есть на этом телефоне в общем все друзья все очень-очень бодро и хорошо а сейчас на алиэкспрессе глобалку найти очень сложно много предлагает global room поэтому можете на телеграм-канале тоже посмотрите чтобы им было именно глобальная версия чтобы не обмануться при покупке пятое место honor 9x есть две версии китайская и официальная глобальная версия китайской тоже есть преимущество есть недостатки я буду говорить по сути о китайской версии потому что мне нравится характеристики показателей я бы выбрал именно эту версию но там не будет nfc экран 659 дюймов это ай-пи-с матрица 4g плюс разрешение центральный процессор 810 кирин на уровне с 675 snapdragon мне кажется это один из самых правильных процессоров 2019 года он очень мощный недорогой и мега производительный видеоскорителем али g52 немножко конечно послабее сюда бы 70 серии g тогда было бы вообще просто топчик это был бы игровой телефон по сути за бесплатно если вы берете на алиэкспрессе версия 464 в antutu около 300 тысяч баллов убивает то есть реально круче даже чем redmi note 8 pro основная камера sony amx 582 апертура f1.8 это 48 мегапикселей батарея на 4000 миллиампер час китайской версии нет nfc в глобальной версии на все есть юсб-тепси миниджек все остальные дела и телефон стоит на али где-то 180 200 долларов то есть очень-очень даже недорого на официальном рынке он будет стоить около 16 тысяч рублей плюс-минус четвертое место мега прорыв 2019 года реалми 5 про опа запустила свою линейку по сути суббренд компании реалми и выкатила на рынок просто мега отличный телефон хороший конкурент компании силами во всех смыслах этого слова здесь экран 6 и 3 дюйма full hd плюс разрешение это айпи с матрица центральный камень здесь 700 12 снапдрэгон и по сути это середнячок сразу же на 712 снамдрэгоне это очень-очень хорошо видеоскоритель 616 адрена а будет в играх тоже неплохо справляться и тянуть версия 428 есть разные принципе и версию этого телефона в antutu больше 220 тысяч баллов убивает батарея на 4035 миллиампер час камера основная на 48 мегапикселей и не samsung а именно sony sony x586 ширики есть на этом телефоне макросъемочки тоже есть на этом телефоне если в целом посмотреть то конечно очень похож на редми ноуту 8 и характеристикам также по внешнему виду но согласитесь друзья все-таки это альтератива color os6 а своя оболочка свои какие-то приколы и официально этот телефон стоит официально у официального дилера около 16 тысяч рублей со всеми теми показателями я хочу сказать что на алиэкспрессе даже есть телефоны с этими же показателями которые стоят около 16 тысяч рублей а здесь у официалов то есть ты пошел магазинчик купил себе и проблем никаких нет поэтому мне кажется реал не 5 про это один из самых лучших прорывов 2019 года мы переходим к тройке лидеров открывает ее редми ноут 8т в этом году редми ноут 8 про немножко затмил редми ноут 8 своей красотой своими инновациями может быть подходом реклама и так далее но все-таки редми ноут 8 ты получился очень даже сбалансированным телефончиком который остался немножко в тени я все-таки хочу выделить его и поставить на третье место здесь экран 6 и 3 дюйма ips матрица full hd плюс разрешение 655 snapdragon я бы поставил сюда 675 тогда было бы ну прям ну прям шоколад хотя 665 тоже очень даже неплохой видео ускорителя adreno 610 версия 464 в antutu около 170 тысяч баллов убивает основная камера на 48 мегапикселей от компании samsung апертура f1.79 габариты этого телефона 158 и 3 на 75 и 3 средние габариты для 2019 года 4000 миллиампер баночка здесь и 18 ватт зарядка в комплекте сразу же лежит к основной камере сюда добавляется ширик на 8 мегапикселей макросъемка на 2 мегапикселя и вся эта радость стоит около 160 долларов на алиэкспрессе но цена просто друзья отвал башки очень-очень даже хорошая у официальных сдержав конечно будет подороже но версия на алиэкспрессе им на глобалочка не будет ничем уступать официальной версии она будет по сути точно такой же поэтому в этом году redmi note 8 просто топчик второе место ну конечно же здесь redmi note 7 опять-таки компания redmi опять-таки note и note 7 он появился в начале 2019 года и просто завоевал рынок на тот момент у него не было никаких конкурентов это был абсолютный топчик за свои деньги и сейчас он остается на этом же уровне тогда еще с google камерой на тот момент который может было очень легко установить на телефон он просто-напросто решал очень даже не дурно снимал на уровне флагманов 2018 года конечно каждый хотел телефон больше всего жителей стран снг купили именно redmi note 7 немножко по характеристикам пробежимся хотя вы их очень хорошо знаете здесь экран 6 3 дюйма это ps матрица неплохая отличная матрица 660 snapdragon для 2020 он немножко уже конечно подустарел но 2019 он был очень даже ничего видеоускорители 500 серии 512 адреном тип памяти lpddr4 x версии были разные но самая топовая версия 464 была версия также неплохая 4 128 она стоит очень даже недорого в антута около 140 тысяч баллов убивает батареи 4000 миллиампер час камера на 48 мегапикселей который решал очень даже неплохо и в глобальной версии телефончик стоит очень даже недорого сейчас тоже его можно найти на алиэкспрессе первое место 7ми 9т также можно сюда взять и про версию в этом году ми 9т именно не про версия получилось мега-мега оптимальный а за этот ценник никто не мог предложить этих характеристик за это ценник никто не мог предложить лучше камеры не за это ценник никто не мог предложить лучшей автономности за этот ценник никто не мог предложить лучшей производительности и за этот ценник никто не мог предложить лучший экрана и всего остального поэтому супер топ самый лучший телефон по всем показателям в том числе и цене это не 9т по характеристикам из 639 дюйма амолед-экран от full g plus разрешение сканер отпечатка стороны прямо в экран версия значит младшая 730 snapdragon 618 видеоускорителя adreno старшая версия на 855 snapdragon младшая версия в antut убивает где-то 250 тысяч старшая больше 300 габарита 156 17 на 74 3 то есть в принципе даже небольшой батарея на 4000 миллиампер час основная камера на 48 мегапикселей апертура f1.75 sony mx 582 мега отличная камера за эти деньги самая лучшая камера 2019 года ширик на 13 мегапикселей идеален просто идеально снимает камеру очень даже неплохо я даже влоги снимал на эту камеру очень неплохо получается него 11 уже прилетела на этот телефон но что говорить еще о внешнем виде друзья внешний вид у него просто топчик фронтальная камера выезжает она вам не мешает вся передняя панель по сути весь экран в вашем распоряжении нет никаких ни вырезов ни капелек ни точек ничего просто друзья нет если честно фронтальная камера не пользуюсь поэтому для меня она вообще по сути лишняя для меня остался один красивый экран а та камера которая нужна она спрятана и иногда может быть она и помогает друзья пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу по поводу этого топа всем хорошего настроения всем пока пока всем